Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это, собственно, нифига не дань старому принцу Персии Где вы там ходили и падали вниз постоянно на шипы Это что-то динамичное с прикольной боевкой В общем, короче, принц Персии давно не выходил в игровое поле Будем посмотреть Вот следующая игрушечка весьма интересная По крайней мере, трейлер был очень забористый Токсик Команда Это такой отряд сумасшедших зомби-убивателей Что надо знать, когда вы посмотрите этот трейлер? Или просто когда вы послушаете меня? Вы должны знать, что в игре будет толпы зомби с горящими желтыми глазками В игре будет какая-то симуляция физики машин И в целом будут какие-то машинки Вместе с их, видимо, кастомизацией Ну и, конечно, это будет кооператив Скорее всего на 4 там плюс человек В общем, короче, довольно заманчивое предложение Да, я бы в такое поиграл Анонсировали кооперативный выживач Wizard with a Gun Демочка этой игры доступна в Стиме Нужно будет ходить, значит, по потусторонним мирам И их зачищать Собирать ресурсы Все, как мы любим И напоследок анонсировали Human Fall Flat 2 Это физическая песочница с такими тряпочными куклами Не знаю, что они добавят во второй части В общем-то, по-моему, в первой все сказали Ну, в общем, ждем, посмотрим Может и правда будет годно Следующая новость моя любимая Apple анонсировали свою AR-гарнитуру Vision Pro За 3,5 тысячи долларов Всего Да Не, на самом деле, технологии у Apple никогда не стояли на месте Они там показали много всяких интересных винтифлюшек Например, вы сможете, сидя, значит, в этих очках за 3,5 тысячи долларов Смотреть фотки Вы сможете свой рабочий стол из MacBook транслировать перед собой Ну, естественно, управлять им вы не сможете Потому что для этого вам потребуется клавиатура Скорее всего, она будет подключаться к этой херне через там какой-нибудь Bluetooth Эта штука также умеет ваше лицо сканировать И потом, если вы будете звонить через FaceTime Вы будете, ваш, собственно, собеседник будет видеть ваше 3D-лицо Естественно, в этой херне можно будет смотреть в самолете фильмы Но из-за того, что динамики внешние Вместе с вами этот фильм будут смотреть все, с кем рядом вы сидите Apple, конечно, молодцы, что двигают прогресс И в целом вот эту аэротехнологию Это не VR Чтобы вы понимали, в этой херне нельзя будет полностью играть в игры Погружаясь внутрь, так сказать Потому что изначально кто-то там спекулировал на тему, что это будет VR-AR Но на самом деле нет, это только AR, только дополненная реальность Вы сможете играть в плоские игры У вас будет там висеть перед рожей экран Там геймпад взяли с айфона, игру запустили Может быть, прямо со шлема Там очень много классных камер Много классных датчиков Но никого VR и погружения там не будет Это чисто аэроустройство С которым вы будете ходить на башке за 3,5 тысячи долларов Сомнительное, на самом деле, устройство Оно, скорее всего, больше для разработчиков Хотя было анонсировано на, так сказать, презентации для обычных смертных Но, может быть, они таким образом хотят сказать, что Если у тебя нет очков, ты просто не модный мудак Понимаете? Вот Быть модным мудаком Купи очки и смотри нам в фотке За 3,5 тысячи долларов всего Пишите в комментарии, купите вы себе такие очки или нет Нищеброды 13 июня выйдет крупное бесплатное обновление для GTA Online Обосраться Новое обновление для безумных школьников С фиолетовыми тачками Или розовыми, какие вам больше нравятся С пушками Rockstar продолжают формить бабло на GTA Online И это хорошо, потому что они станут богаче Значит, сделают хорошую GTA 6 Или не сделают Может быть, будет просто GTA Online 2 и до свидания В сети появилось видео геймплея Робокопа Нового И 15 минут геймплея я посмотрел Очень-очень нравится мне все Особенно мне нравится озвучка Особенно мне нравится... Да мне все нравится Я вообще люблю Робокопа Особенно старого Вот эти трилогию старого Робокопа Третья часть, конечно, такая себе получилась Но первая и вторая прямо... О, конфеточка Нового Робокопа мы давайте не будем вспоминать Это какое-то недоразумение Jagged Alliance 3 выйдет 4 июля В стиме появилась страничка Это у нас будет тактика Как любят прям THQ Nordics В общем, хорошая, наверное, игра получится Я что-то в последнее время в такие не играю Но выглядит очень достойно По крайней мере, по геймплею В общем, страница в стиме существует Можно предзаказаться И будет скидос на 20% Для черепунделей выходит DLC Dimension Shell Shock Черепашки-ниндзя Если вы не играли, обязательно поиграйте На компекторе вышли Уже давненько Игрушечка такая Мы ее обязательно пройдем DLC новая Потому что Саму игру прошли взахлеб Очень классно Очень качественно Классная боевка Можно играть четвером В общем, короче, всем рекомендую DLC ждем Покупаем, играем В No Man's Sky стартовала Десятая экспедиция Singularity В общем, очередной сезон С контентом подъехал Новый сюжет Новые награды И самое прикольное Они улучшили графони И оптимизировали VR В общем, короче, там Вообще, No Man's Sky Это игра-феномен Потому что она вышла И дико обосралась А потом она восстала из зада И вроде бы как стала нормальной Но почему-то народ забыл Что обещал нам этот замечательный Шон Мюррей Или как его там звали По-моему, Шона его звали Ну, короче, тот чувак Который вечно улыбался И говорил, что да Вы сможете найти друг друга Да А потом вышла No Man's Sky без мультиплеера Но в любом случае No Man's Sky хорошая игра С тупым сюжетом Но он просто никакой Смотрим на десятую экспедицию Singularity Mudtime at Sandrock Выйдет из раннего доступа 26 сентября У нас уже недавно была новость Про мультиплеер Вот теперь, собственно, новость О том, что игра выходит Из раннего доступа С такой прям Подозрительно Четкой Точной датой Ну, в общем, я думаю Что разработчики не обосрутся Опыт у них уже есть Так что ура Ура, товарищи Компания Ubisoft В очередной раз Обосралась Потому что Новый сезон В Division 2 Не смог запуститься В срок Были какие-то технические проблемы Куча переносов В итоге, в общем, короче Да, не смогли Нормальное обновление поставить Хе-хе-хе Молодцы Анонсировано DLC San Rafaelo Для Cartel Tycoon Новая карта Будет в игре добавлена Из 12 регионов Новая история Паромные маршрутики И много новых Всяких маленьких Дополнений И изменений В общем Я думаю, что будет интересно Потому что Cartel Tycoon Мне лично очень зашел Надо будет поиграть В San Rafaelo Грустная новость Но Не сказать, что Я сильно удивлен Бюджет смуты Был раздут Еще больше А дата релиза Уехала На начало 24-го года Я не знаю, зачем им Добавляют сейчас бюджет Мне кажется, им надо было Штрафов накидать Потому что Ну, а какого хера Они затягивают, да? Ну, в общем, короче На самом деле В сети очень много Всяких разных мнений Насчет того, что Разработчики просто Сперли государственные деньги И смотались из страны Но я в это говно не верю Я все эти теории заговора Мимо себя, так сказать Пропускаю Мимо своей ауры Ха-ха В общем, надеюсь, что Все будет нормально Игра выйдет Хотя бы в 24-м году Так что Разработчикам успехов Ждем, ждем И опять про наш геймдев В тизере DLC Для Atomic Heart Показали нового робота Который собирается Из таких маленьких Кругленьких роботов Как сраная матрешка Ну ладно Как пирамидка больше Довольно Устрашающая тварь Будем играть Следующая игра Понравится Девушкам И женщинам И девочкам В общем, 5% Моей аудитории, например Crypt Custodian Про котика-уборщика В загробной жизни Сюжет игры Будет рассказывать Историю котика Который помер И стал вечным Уборщиком В потустороннем мире В общем, мы будем Бегать с метлой И мочить всяких говнюков Я посмотрел трейлер Там показывают Что можно будет Даже мир перестраивать Что-то где-то достраивать Что-то где-то изменять В общем, короче Интересная фигня Я лично поиграю Котики Это всегда Плюс 50 К успешности проекта И в завершении Нашего новостного Выпуска По Сибири Снимут сериал Есть такой квест Сибирь И в общем Решили сделать по нему Мультсериал Я думаю, что Учитывая, как они Сделали квест И сколько он хайпа И, так сказать Фанатов вокруг себя Понаделал Сериал будет Интересным Так что Если вы фанат Сибири Ждите Скоро будете смотреть мультик И на этом все Спасибо, что посмотрели Услышимся скоро Или увидимся Или я не знаю, что будет В общем, что-то будет По кусичке